На заправке нет бензина, говорит. После бед будет 92-й. Я постоянно заливаю 92-й бензин. Я 80-й. Первый раз заливаю 80-й бензин. А 95-й дороже, да? 95-й дороже. Но у меня на машину не пойдет 95-й. Есть где по талону, где без талона за наличные расчеты. Ну, мало. Где за наличные расчеты? Читанные там. Вот по городу ездим, ищем, спрашиваем. Вот заправляемся. Вас такая ситуация устраивает? Нет, не устраивает, конечно. Конечно, не устраивает. Мы с Батамши ездим сюда на заправку. Все у нас есть. Вся там таблица Менделеева. Но почему-то у нас все дефицит. Это сами делают дефицит, я так думаю. Кто делает сами? Кто чиновники, кто делает. Кто там наверху сидит, на вести компании. Эти и делают. Не мы же делаем. Мое мнение такое. Это делают у нас чьи-то подачи. Мы живем на нефти, мы живем среди бензина, можно сказать. Почему дорожает? Я не понимаю. У нас должно быть вроде бы стабильная цена, стабильность должно быть. А все дорого. К-95 есть, будем лить 25. Что ж теперь сделаешь? У вас как водителя такая ситуация устраивает? Нет, конечно. Все-таки нефть наша, свое все. А почему это? Бензина нет. Актюбинская область вообще должна быть, я не знаю. Нормально жить насчет бензина. Неразбериха с бензином в нашей области длится уже второй день. Топливо на заправках то появляется, то снова исчезает. Самый ходовой бензин 92-й марки накануне отпускался только по талонам. Причем вечером на некоторых АЗС даже 95-й бензин в бак заливали всего по 20 литров. В поселку, говорят таксисты-дальнобойщики, ситуация еще хуже. Ни бензина, ни солярки якобы вообще нет. Чтобы заполнить баки и канистры, сельчанам приходится ехать в город. В общем, водители на самых популярных АЗС сегодня с утра становились в очередь, заполняя баки железных коней по факту. Дефицит бензина в нашей стране повторяется с заметной регулярностью весной и теперь вот ближе к осени. Это отлично знают и чиновники. Правда, раньше причины кризиса чаще связывались с пассивным и уборочным сезонами. То теперь все беды чиновники связывают со следующими фактами. Ситуация у нас складывается не критично, есть небольшие перебои с поставками. Это связано с тем, что оптовый рынок нефтепродуктов не регулируется. И также это отмечено тем, что российские оптовые производители, оптовые поставщики подняли цены на свою продукцию. Для сравнения, сейчас литр 92-го стоит в нашей стране 115 тенге. В соседней России цена на него достигает 31 рубля. Местные реализаторы указывают якобы на неимение договора на поставки сырья с крупными НПЗ. Ну а те, в свою очередь, ссылаются на невыгодность реализации своей продукции. А контролировать всю ситуацию Министерства нефти и газа из-за отсутствия законодательных рычагов пока не в силах. А пока в очередях на заправках уже ходят разговоры, что это только первая волна топливного кризиса. Якобы бензин на заправках все равно появится. А вот стоить он будет явно дороже. Этого не отрицают и госслужащие. Учитывая ситуацию, складывающуюся на внутреннем рынке, и учитывая, что мы с Российской Федерацией находимся в едином экономическом пространстве, учитывая все эти факторы, я думаю, повышение не будет, я вам сказать не могу. И сказать точно, что да, будет. То есть да, возможно будет, но в какой перспективе, как это будет, как долго, я думаю. Лиза Сакива, Канат из Пагамбетов, программа «Факт».